Приветствую вас. Я понимаю, что вам сейчас нелегко. Я понимаю, что вам сейчас тяжело. Измена является сильной психологической травмой. И измена способна довольно сильно поменять восприятие человека как себя самого, так и окружающих. Ну, в частности, да, я имею ввиду других людей, мужчин и так далее. Я вас понимаю. Я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что вам сложно. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, мужчина должен скрывать измену? Это было бы лучше. По вашему мнению, что означает измену? О чём это говорит? Вот просто подумайте, какие выводы и какие мысли у вас появляются. Когда вы, ну, теперь знаете, что он, соответственно, вам изменял, да, и так далее. Вот. То есть, давайте вот подумаем, давайте вот подумаем на эту тему. Какие мысли у вас это вызывает? Что вы думаете теперь на этот счёт, по поводу него, например? Вот. Что вы думаете по поводу себя, например? Опять же, да? Какие мысли у вас возникают по поводу себя? Считаете ли вы, например, себя виноваты в том, что вам изменил муж? Или считаете ли вы только его виноватым в том, что он изменил? Понимаете ли вы причины измены? Чего вы хотите теперь дальше? Вот. Какие чувства у вас это вызывает? Обида, злость, гнев, ненависть, раздражение, боль и так далее. Вот. То есть, вот эти все вещи нужно обязательно рассмотреть, потому что это прямое отношение имеет к вам. Свои чувства для начала все нужно выразить, выплакать весь негатив, выразить, выразить всё, что у вас сейчас есть, всё, что у вас сейчас накопилось. То есть, эмоциональную нагрузку, да, необходимо снять, эмоциональное давление необходимо снять. И дальше уже, дальше уже, постепенно, постепенно смотреть, как и что делать дальше. То есть, какие шаги принимать, предпринимать, какие действия предпринимать. А действия, значит, значит, соответственно, чтобы что. То есть, что вы хотите по итогу получить. Вот. Хотите ли вы сохранить отношения с мужем? Ну, поняв предварительно, почему он изменил вам, да, и почему он теперь не скрывает измены. То есть, как это вообще происходит, да, то есть, начнём с того, что надо бы понять вообще форму того, что сейчас происходит. Вот, они скрывают это, эм, эм, в агрессивной манере. То есть, в плане того, что он этим кичится. Вот. Выставляют это на боках. Как. Или, как. Или, что. Вот. Или он, там, просто не пытается скрыть измен. Или он, там, просто не пытается скрыть измен. Агрессирует. Агрессирует. На вас. То есть, это всё вот нужно определить. Ну, это всё нужно выявить. А, желательно, конечно, желательно. Чтобы и свои 50%, свою половину ответственности вы в этой ситуации раскрыли бы. Чтобы, то есть, чтобы вы увидели, так, а я-то что сделала? Что это стало возможным? Мои-то действия были какими? Что это, что это стало возможным? Понимаете? Ну, вот. Вот так, примерно, вам можно ответить на ваш вопрос. Я понимаю, что этого недостаточно. Я понимаю, что этого немного. Но, исходя из того количества информации, которую вы предоставили, больше, большего мне пока предложить вам нечего. Как сказал мой коллега, нужно делать анализ ваших отношений, смотреть, исследовать ситуацию, всё разбираться с вами, вот, проживать вам ваши чувства и так далее. А тогда уже можно будет что-то предпринять. То есть, вы даже, вот, видите, да, вы даже не задаёте вопрос никакой, то есть, вопрос пишет, что будет не скрывать измены и что вы хотите. То есть, какой у вас запрос к психологу? Что вам сейчас нужно? Чего хочется? Вот именно хочется чего? Конкретно, чего вы сейчас хотите? Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.